В Нарьинмаре состоялись публичные слушания об исполнении окружного бюджета за 2018 год. Годовой отчет предоставила заместитель губернатора Ненинского округа, руководитель департамента финансов и экономики Ненинского округа Татьяна Лагвиненко. По ее словам, бюджет носит социальную направленность. Как отметила в своем отчете главный финансист округа, первоначальный бюджет был принят по доходам в сумме 14 млрд 243 млн рублей, по расходам 16 млрд 264 млн, с дефицитом в сумме 2 млрд 21 млн рублей. Всего в течение 2018 года изменения в параметры окружного бюджета законодательно вносились 7 раз. Исполнение окружного бюджета за 2018 год составило по доходам 21 млрд 659 млн рублей, или 102% к уточненному плану, и 152% к первоначальному плану. По расходам 19 млрд 731 млн рублей, или 96% к уточненному плану, и 121% к первоначальному плану. По состоянию на 1 января 2019 года остаток средств, в том числе собственные средства на едином счете окружного бюджета, составил 1 млрд 287 млн рублей. В 2017 году у нас остаток был 684 млн рублей. Основная часть налоговых доходов окружного бюджета сформирована за счет поступлений налога на имущество организаций – 28%, налога на прибыль организации – 16% и налога на доходы физических лиц – 7%. Наибольший удельный вес в структуре неналоговых доходов окружного бюджета составили доходы в виде доли прибыльной продукции по проекту «Харьяга» на сумму 7 млрд 927 млн рублей. Наибольший удельный вес в структуре традиционно заняли расходы на образование – чуть менее 3 или 25%. 1,5 доля расходов пришлось на раздел национальная экономика – 21%. На следующем месте расходы на социальную политику – 16%. Желечное коммунальное хозяйство – 15%. Здравоохранение – 9%. Сохраняется высокая доля расходов на социальную сферу – свыше половины или 55% от расходов окружного бюджета. Вице-губернатор в своем докладе подчеркнула социальную направленность окружного бюджета. В округе предусмотрено более 190 мер соцподдержки. Всего на социальные выплаты жителям округа из окружного бюджета было направлено 2,76 млрд рублей. Также в докладе была представлена информация о реализации 30 госпрограмм. Отметила Татьяна Лагвиненко и работу органов власти с федеральным центром. По ее словам, в последние годы наблюдается положительная динамика по привлечению федеральных средств. Если в 2017 году из бюджета федерации поступило 1,5 млрд рублей, то в 2018 году уже 1,6 млрд. Напомню, публичные слушания по годовому отчету об исполнении окружного бюджета проходят в соответствии с законом округа о бюджетном процессе. Ознакомиться с документом можно будет в газете «Нярина Виндер», на сайте мэрии Наринмара и регионального парламента. Ирина Никешина, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.